Вопросы разработки природных недр, но уже в другом контексте, обсуждались сегодня на заседании Кабинета Министров Республики наряду с другими темами. В начале заседания глава республики сообщил о результатах аукциона на право пользования участком Сюгтерский-2 с целью геологического изучения, разведки и добычи строительных песков. По итогам торгов в республиканский бюджет поступит почти 38,5 миллионов рублей. В текущем году по итогам 10 аукционов за счет разрух платежей республиканский бюджет уже поступило у нас 39,5 миллиона рублей. Ожидается пополнение еще на 46,4 миллиона рублей по остальным участкам, это в сельских районах. Общая сумма по этому году составит практически 85,9 миллиона рублей. Это вот хороший показатель пополнения доходной части бюджета. Улучшение инфраструктуры и развитие малого предпринимательства, а также новых видов деятельности. Все эти задачи планируется решить в рамках инвестиционного плана модернизации Мариинского посада. Проект рассчитан до 2020 года. Сегодня муниципалитетом ведется проект проектирования ряда объектов инфраструктуры, так как котельных, водопроводных сидений, водоснабжения, водоотведения, плюс дорожного покрытия. По ряду из них уже сегодня имеется проектная сметная документация, по ряду ведется работа. Программа «Жилье для российской семьи» набирает обороты. На заседании кабинета министров обсуждались вопросы отбора земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства. При проведении отбора преимущества имеют именно те застройщики, которые предложат наименьшую цену продажи одного квадратного метра жилья эконом-класса, а эта цена не должна превышать 30 тысяч рублей за квадратный метр, которые предложат наибольший объем воды жилья эконом-класса до 1 июля 2017 года. 25 тысяч квадратных метров – именно столько жилья эконом-класса отныне должно быть в каждом новом микрорайоне города. Только в 2015 году планируется ввести порядка 90 тысяч квадратных метров. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.